Что ж, сегодня мы приступим к решению задач с использованием рядов Тейлора приближенного чтения интеграла. В общем, если нам необходимо вытеслить приближенно данный интеграл с точностью до 0,01, то нам необходимо поступить следующим образом. В одном из предыдущих уроков я показывал, как разложить синус в ряд Тейлора, и поэтому здесь я беру уже конечную формулу для него. Это разложение в синус в ряд Тейлора. Теперь моя задача вычтенить интеграл вот такого висточного 0,01. Суть задачи сводится к тому, что я могу заменить синус х на х на то степенной ряд, который у нас записан. В общем случае я просто заменяю синус х здесь на вот этот степенный ряд, запишу ее в общем случае, минус бесконечный минус единица в степени n-1 и в степени 2n-2 делить на 2n-1 в факториал. И распишу несколько членов. То есть это деленное на х дает нам единицу, это деленное на х дает нам минус х квадрат на 3 факториал, плюс х в пятый на 5 факториал. То есть х в пятый было. Вот. На х делаем вот этот х. х сокращается, но это же х в пятый. Вот так вот. И теперь я буду просто почленно этот интегрированный получившийся новый степенный ряд интегрировать. Почленно. В результате чего я могу записать, что наш интеграл от 0,1 до 1 от синус х на х будет преобразован к виду интеграл от 1 минус х в квадрате на 3 факториал плюс х в четвертый на 5 факториал минус х в седьмой минус х в шестой на 7 факториал и так далее. dx. В общем случае будет интеграл вот от такого выражения. от суммы от этих членов. Поэтому, производя почлены интегрирования, я получаю выражение следующего вида. Равняется здесь х. От этого у меня будет минус х в квадрате на 3 на 3 факториал плюс х в пятый на 5 на 5 факториал минус х в седьмой на 7 на 7 факториал плюс и так далее границы берется от 0,1 до 1 здесь я вам скажу, что здесь надо сделать остановку и в отличие от обычного метода решения таких интегралов, где мы брали сначала вверх и вниз то здесь надо одну вещь учесть, что я решил вам не делать замену переменную поэтому теперь вместо каждого из этих иксов просто пишем разницу вот этих границ вот приступим то есть вместо вот этого икса пишем единица минус 0,1 вместо икса вот этого единица минус 0,1 на 3 на 3 факториал плюс единица минус 0,1 в пятый 5 на 5 факториал это будет нам давать конечный ответ при этом я скажу, почему я остановился только на четвертом члене причина состоит в том факте, что поскольку вам необходимо вычислить с конкретной заданной точностью то вот это выражение это выражение намного меньше, чем единица вот на тысячу как раз как раз, который задает нам вот это выражение вот собственно говоря если мы хотели бы посчитать еще большей точностью можно просто воспользоваться общей формулой нахождения нашего естественного интеграла и естественно мы сейчас это проделаем то есть просто проинтегрируем в общем случае теперь нашу вот формулу синус х на х то есть получаем сумму интеграл от минус 1 в степени n минус 1 на 2 в степени n минус 1 факториал интеграл от 0,1 до 1 от х в степени 2n минус 2 до х то что мы получили выражение минус 1 в степени n минус 1 2n минус 1 также осталось на выражение было бы от х в степени 2n минус 1 деленное до 2n минус 1 еще это надо было бы общей формулой вот таким образом если бы у нас было необходимо протегрировать еще больше точно просто сравнивали вместо вот этого выражения бы подставляли бы вот этого соответственно находили бы член наш у которого разница границ была бы значительно меньше чем вот эта вот наша точность надо смотреть просто по последнему члену почему это так? потому что в конце у нас получают число где мы меняем какой-то определенный порядок уже вот и все но рассчитать это выражение уже здесь вопрос стоит с использованием можно использовать прокулятора можно чужие соответственно при помощи их тоже свои приближенные то есть надо единиц минус 0,1 просто выразить почитать, посмотреть что это будет ну и приближенно я поскольку это заранее рассчитывал я могу сейчас написать чему это будет равняться то есть это 0,8,6,1 будет 0,8,6,1 вот собственно и все таким образом проверьте и рассчитайте на чем будет равняться и расскажите материалов сами для себя все спасибо надеюсь этот урок был вам полезен все пока